Вы на кого звоните не снимаете? Я плохо говорю. Меня снимать не надо. Ну вот зачем подходишь? Никто подойдет. Не передайте, что я сейчас призываю охрану, потому что продолжать съемку в моем отделении нельзя. Вы его купили, вы стали его собственником в моем отделении. Что значит? Вам вопрос снимать. А трусы тоже? Паспорт, будьте добры. Давайте вспоминать, когда сотрудник полиции может требовать документы у гражданина. Хорошо, вызывайте ответственного на место. Я не должен вам подтверждать. Всем привет! Вы находитесь на канале Клуб Патриот. И одним из самых интереснейших направлений на канале Клуб Патриот являются, конечно же, банки. Пришло время отмониторить... Нет, не очередной УТБ. А пришло время отмониторить такой банк, как Россельхозбанк. Нахожусь близ метро Бауманское. Рядом пока еще с Россельхозбанком. И сейчас зайдем вовнутрь. Время 19.48. Отделение банка работает до 20. Какова будет реакция на визит дяди Саши с отмониторингом? Здравствуйте. Да, мне узнать по картам. Пока вот просто... Слушай, у меня что у вас с телефоном? Что с телефоном? Грязный что ли? Нет. Что-то снимаете? Да. Взяли по ланте или вам по ланте? Ну, пусть мне расскажут про карты. Меня интересуют. Обычные, не кредитные. Я просто удивлена, что вы что-то снимаете на камеру. Вообще у нас съемка в офисе не разрешена, потому что здесь все-таки банк. И что? Банковские ценности. Где ценность? Не вижу. Я вот помойку вижу. Это ценность? А, мусорное ведро, да. Вот, нашли мне ценность. Слышно, снимать рабочие места заходники. Серьезно? Почему? Вы с какой целью интересуетесь? Вы с какой целью интересуетесь? Могу для разных целей это делать. Мне интересно, что целью, что я входит в телефон. Здесь мастер, для натюрения. Так. Я? Я интересуюсь, какую целью вы введете в видео. Я в полосы, что будет. Ну, для личных целей. Машина. Мену камеру пишет. Метный мошенник. Мешает. Чего? Мне мешает. Чем? Своей камеры. А, ну не видите со мной диалог. И не попадайте в кадр. А кто? А вы кто? Что? А вы кто? А я пустил в банк. Я тоже. И что? А вы снимали, пожалуйста, меня. Серьезно? Серьезно, неправное. Серьезно? Конечно. Ну, почитайте внимательно закон. Я при исполнении еще ничего не включаю. И что? Я как выключу. При каком исполнении? Вызывай. Сейчас выключу. Вперед. Вперед. Камера выключи. Не выключи. На каком основании я снимаю? Ну, на каком основании ты здесь запрещаешь что-то? Я плохо говорю. Ну, а я что, плохо говорю? Меня снимать не надо. Ну, а ты зачем подходишь? Не к каждому, не к каждому. Не уберу. Вы больной? А вы? А вы больной? На каком основании вы меня снимаете? На каком основании вы подходите? Я за ком не вручаю. А вы снимаете людей в банке? Общественное место. Что дальше? И дальше что? Почитай внимательно. Вы можете снимать сотрудников. Конституцию почитать повнимательнее. 29-ю статью, часть 4, почитай. Вы не можете снимать обычных людей. Ну, вынимай наряд, если твои права нарушаются, ты считаешь. Вы сейчас снимаете в отделении банка клиентов, которые здесь находятся и совершают операцию? Ну, если попадают в кадр, то попадают, да. Вот, не являются основным объектом съемки. А что является основным объектом? В помещении банка и мое обслуживание в самом банке. Ну, вы снимаете не себя, а снимаете помещение. Ну, помещение, естественно. То есть мое обслуживание. А о целях я вам не обязан сообщать. Ну, тогда вы можете на вас предупредить, что я сейчас призыву охрану. Продолжать съемку в моем отделении нельзя. Вы его купили, вы стали его собственником в моем отделении. Что значит? Мы его арендуем. И что? Да ладно вам, что? Я богатый из Москвы, давайте договоримся без охраны, что? Прекратите, пожалуйста. Ну, как я понимаю, это просьба. Пока что да. Просьба, я вам отказываю вашу просьбу. Ну, очень жаль. Нет, в данный момент вы фиксируете не свое обслуживание. Ну, свое обслуживание. Вот я стою, ко мне подходит управляющий банков. Ирина Владимировна, не вижу, к сожалению. Правильно, Бугаева или Бугаева? А это имеет какое-то значение? Ну, конечно, имеет. Бугаева, значит, значит, Бугаева, да, Ирина Владимировна? Ну, ясно. Ну, подходит ко мне управляющий, ведет диалог. Естественно, я все фиксирую, что там такого. Вот, то есть не я подошел к управляющему, даже если бы я по какому-то вопросу подошел, я бы тоже фиксировал. Потому что это тоже мое обслуживание в этом банке, правильно? Пока что не совсем понимаю, какое отношение ожидание в очереди имеет к обслуживанию в банке. Ну, самое прямое. Вдруг я буду недоволен обслуживанием в вашем банке, длительным ожиданием. А у меня таймер по видео идет. За сколько меня обслуживали. Согласны, не? Ну, таймер ведет и по электронной очереди. Это у вас сохраняется, правильно? Угу. У вас? Да. Когда я сделаю запрос ваших таймеров, если мне вдруг понадобится, вы мне что, любезно предоставите? Вы потом скажете для предоставления подобной информации, камер, видеонаблюдения, делайте запрос. Подошел ко мне, по моему мнению, камерофоб. Стал какие-то требования предъявлять. И так подошел, и сяк. Потому что вы получаете права сейчас. Серьезно? Да. Других людей, если люди не предоставляли права на совершение съемки. Серьезно? Здесь общественное место. Ваш банк ничем не отличается от тухлой притона под названием «Пятерочка». Проинформирую я вас, как управляющая Ирина Владимировна. Ничем не отличается от тухлой «Пятерочки», от тухлой Билловы напротив, в Елоховском пассаже. Ничем. Такое же общественное место. Понимаете? Ну ты ментов вызвал? Ну все, едут. Значит, я тоже жду. Вы продолжаете меня снимать? Я всех, кто со мной ведет диалог, продолжаю снимать. Я тоже, и что? Я вам согласен. Ну не попадай в кадр, не веди со мной диалог. Вы меня снимаете? Кто со мной ведет диалог, со всеми делаю видео самого диалога. Я на ваше заявление напишу, вы знаете, я напишу. Ну а я на тебя напишу, что дальше. Пиши. Посмотрим. Давай посмотрим. Посмотрим, пойдем. Написать ты можешь все, что угодно. С вами, Ирина Владимировна, дальше. Пожалуйста. Так вот, мне здесь удобно стоять. Мне здесь удобно стоять. Ну где мы с вами стоим, вот там я и фиксирую диалог. Еще раз напоминаю. Ваш банк или недобанк, об этом я решу чуть попозже, сформирую свое субъективное мнение. Вот на чем мы с вами стоялись? А, на избашниках. Естественно, я буду должен предоставить доказательства. Правильно? Правильно. Это не является доказательством. Серьезно? Вас кто обучает? Почему вы говорите, что здесь что-то запрещено? Что, видеофиксация запрещена? Я говорю не что-то, я прошу вас не снимать. Отделение банка и клиента. Так, отделение банка, общественное место. Запрещено снимать. Кем? Или чем? Общественное место это улица. Серьезно? Нет, вы ошибаетесь. Что мне, как, ну пусть даже не клиенту, а потенциальному клиенту, должно мешать здесь вести видеофиксацию? Талон-то один вы сказали, да? На талон-то один. Вот что меня должно останавливать? Я не живу по вашим хотелкам. Я живу по закону. Закону того государства, в котором я живу. Так сошлитесь, Ирина Владимировна, на нормативный правоакт, который мне запрещают снимать. Банк такое же общественное место, как Дикси, Пятерочка, Билла. Или затрудняетесь ответить? Но вы же хорошо знаете нормативный документ. Нет, это я знаю, да. То, что знаю я, это знаю я. То, что знаете вы, ну извините, не сходится у нас с вами в этом, получается, какие-то разногласия, правильно? Правильно. Я говорю одно, что я имею право. Вы говорите, что я не имею право. Вот в этом как раз противоречия наблюдаются. Поэтому, если вы говорите, что не имею право, будьте добры, сошлитесь там на федеральный закон. Не знаю, может быть, это уголовно наказуемо. Сейчас приедут специалисты и все сошлются. Все запрошены. Ну пусть приедут. Ваши вышестоящие руководства приедут? Ну сейчас увидим, что приедет. Что это такая тайна? Я думаю, что это не должно быть тайной. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас клиент ведет съемку в отделении банка. Включаем за кого? Ну, пытаемся дышать. Ну, а не должно поступать таких вопросов там, управляющие. Совести-то имеется. Так, а зачем вы съемки как-то? А ее не должно это волновать. Я даже не понимаю, зачем она сейчас ЧОП, ГБР вызвала. Ну, а зачем с какой целью поступать? Для себя. Ну, а зачем с какой целью? С целью защиты своих законных прав и интересов, допустим. Жили вас или что, или как-то в Алхабске жили? Ну, есть основания полагать, что мои права сейчас будут нарушены. Вот есть такие основания полагать. Я всегда все фиксирую, на что имею полное право. Она же не знать, какой целью, может, мало ли. А, она не должна знать, я не обязан. А завтра там ограбление запланировать. Она же не может ваших мыслей прочитать. Это есть полиция, ищи, ищи меня, полиция. На это есть у них служба безопасности, они должны все обезопасить. Именно таким образом, не нарушая прав граждан. Так ваши права-то вроде никто и не нарушил. Нет, вот, например, сейчас нарушают права на видеофиксацию. Я имею право вести видеофиксацию. Вот та самая особь женского пола, у которой на бейджике написано управляющая, говорит, что не имею права снимать. Я и говорю. Вас же не оскорбляли. А кто оскорбляет? Особь женского пола. Особь женского, а что, мужского? Она же вас особь не называет. Особь, особь, что такое особь? Что такое особь? Лингвистическую экспертизу вместе будем сидеть делать? Давайте сделаем, я не против. Сейчас я хочу, чтобы вы для чего делаете. Вы ее и в мое время, и свое обнимаете. Слово, свое, я жду в своей очереди, пока меня обслужат. Вот, а она затем вызвала... Цезар Сатилит у вас вроде, да? Судя по окрасу. Переживает. Мало ли, с какой-то... Переживает. Вот не ориентируется в действующем законодательстве. Я и говорю, если вы считаете, что я не имею права вести видеофиксацию, сошлитесь на закон. Что он мне запрещает? Я не живу вашими хотелками. Сошлитесь на закон. Стоит молчит. По моему мнению, даже немножко... Ну, как бы, мягко сказать, долго загрузка процессора идет. Сошлитесь на нормативную права. Что? Мне? Что? Меня должно останавливать? Ну, когда я веду видеофиксацию. Какой закон мне запрещает? Ну, что вы у них камеры везде установили? Не менее... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не менее шести камер с разных сторон снимают меня. Нет, они снимают не вас. Они снимают все происходящее в зале. Снимают банк. Ну, я снимаю все происходящее в зале. У меня одна, у них шесть. Давайте уж придем к какому-то общему знаменателю. Вы думаете, в данном случае-то возможно прийти к общему знаменателю? Ну, не знаю. Тем не менее, диалог продолжается. Вы зачем тут? Человек тут... Игоря Анатольевича Кравченко вызвали из Сезар-Сателлит. Двое-то, в Дикси вам приезжают. Когда управляющая не Россельхозбанка, а управляющая Дикси проведет спецоперацию под названием «Обосрались», продаст детское питание просроченное к чертовой бабушке на полгода. И все. И берет кнопочку, вот только может нажимать. Ну, чем-то похоже даже. Гуглить пойдете? Юристам звонить пойдете? Прекратить видеосъемку. Опять прекратить и удалить еще? Да ладно. Развелось космонавтов, да? Пожалуйста, перестаньте снимать остальные моменты. Да не перестану. Вот, договорники какие-то. Полиция Матвеевича, можно помочь? Здравствуйте. Здравствуйте. Нижняя Красносельская, 45-17. Так. Куда? Квартира на улице? Банк, Россельхозбанк. Нарушаются конституционные права граждан. Управляющая запрещает ввести видеофиксацию. Сотрудники подъедут, напишите заявление. Ожидайте, пожалуйста, перед этим подъедут. Да, хорошо. Вы работаете до последнего клиента. А теперь еще придется ждать вызванных полицейских. Я дождусь. И, ну, может, вместо них, как иногда бывает, приедут или менты, или мусора, но это уже будет другая история. Вы, Татьяна Владимировна, ага. У меня вопрос, какие у вас есть в Нале дебетовые карты? Карта своя, путевая, там обский тигр, у насоник, для себе пенсионная карта, если вот есть пенсионное удостоверение. Карта Гирстройка, это, когда Сбера, спасибо, да, у нас урожай. А что, ну, это вместо спасибо, там что, если урожай, овощи можно в пятерочке бесплатно купить? Нет, урожай, это у нас на сайте через интернет-банк, вы можете увидеть, на что вы можете обменять эти баллы. Ну, на редиску, на помидорку, на огурец, если урожай, на дыню. Ну, называется урожай. Ну, только на фроф, да? Потому что на фрофт-фрофтбанк, поэтому такое название. Ну, на фрукты и овощи, получается, нет? Нет, на то, что есть линейки, это на дыне, хорошо. А трусы тоже? Стал снимать все остальное. Смешной персонаж. А вы клиент? Да. А вы клиент-банк, правильно? Да. Ну, мы с вами немного не с того начали. Так, номер жетона 017-8842. Давайте вместе для начала вспомним, какой изначально должен текст от вас звучать в адрес граждан. Что должен сделать сотрудник полиции согласно федеральному закону номер 3, статье 5.4. Хочу понимать, с кем общаюсь в данном номере. Лейтенант полиции Говорнева. Лейтенант полиции Говорнева. Говорнев? Лейтенант полиции Говорнева. Очень приятно. Я Александр, клиент банка. Вот, в какой карточке, собственно, приехали? Здесь, как я понимаю, их как минимум 2 было, возможно, даже 3. Вот, ну, не знаю, от Ирины Владимировны была или нет. Вот, от Ирины Владимировны присутствует представитель ЧОП «Цезарь сателеки». Ага. Зачем ты кнопку тут нажала, Ирина? Потому что перепугалась. С какой целью вам звонили в полицию? Я? Да. Ну, вот я усматриваю здесь признаки административного правонарушения, согласно 19.1, мелкое самоуправство. Я, конечно, не знаю, что подать мне с заявлением, мне нужно иметь данные, соответственно, они должны быть сфиксированы в тропинном протоколе, в составе протокола. Вы не можете создать, что здесь, давайте наедем отделение. Вы заявление писали будете, гражданин? Я воспользуюсь 736 приказом, попрошу вас, чтобы у вас в руках появился протокол принятия устного заявления. То есть вы хотите написать устное заявление, да? Я хочу, чтобы вы его написали, да, с моих слов, устное заявление. Документы имеются у вас? Ну, вроде какие-то имеются. Как посмотреть, паспорт есть у вас? Как я буду принимать честное заявление? Ну, со слов заявителя. А удостовериться мне можно в этом? Не обязательно, нет, не доверять гражданам, не обязательно. Обязательно. Заявитель не обязан, это раз. Вот, во-вторых, сейчас все это находится у представителей банка, это два. Что за гражданин такой? Вы должны составить на него протокол, говорит он, чтобы я узнал его данные. То есть что? Сотрудники полиции должны сфабриковать протокол. Ты слышишь свои слова? Что ты сказал сейчас? То есть продолжаете меня снимать, да? Я все продолжаю снимать, конечно. Согласен с ним, пожалуйста. Пожалуйста. Суд, там полиция уже здесь. Я не нарушаю закон. Только я не нарушаю. Ну, ты можешь так считать, полагать. Ты начал вести со мной диалог. Естественно, на тот случай, если вдруг ты такой вот неадекват будешь совершать противоправное деяние, но зато я уже с тобой познакомился. Ты понимаешь, что вы нарушаете? Суще всего первого. Так, почитай внимательно до конца, чтобы в таких ситуациях не тупить. И все. Чего ты заикаешься? Ты посмотри внимательно. До конца почитай внимательно 151 статью, чтобы так не тупить в будущем. И все. Со слов пишите. Что значит со слов пишите? Будьте добры. Основание. Я принимаю воспротивление. Принимайте. От кого? Принимайте, пишите. Пишите. От кого? От гражданина. От какого? Вы в банк пришли с паспортом, правильно? И что? И что? Я не обязан предъявлять предописание заявления. Паспорт, будьте добры. Я должен удостовериться в вашей личности. Серьезно? Давайте вспоминать, когда сотрудник полиции может требовать документы у гражданина. Давайте мы будем предоставить, будьте любезны, предоставьте свой паспорт. Хорошо, вызывайте ответственного на место. Я еще раз повторяю. Вы документы будете мне предоставить? Я не должен, как заявитель, предоставлять вам документы. Документы будете предоставить? Я хочу понять основание для предоставления документов. От кого вы будете писать? Пишите. От кого? От Маркина Александра Александровича. Пишите. Кто это? Это я. А как я могу понять, что это вы веще? Вы подтвердите? Я не должен вам подтверждать. Голос не повышайте. Серьезно? Серьезно. Уровень децибел может померили уже или что? Или чем-то запрещено говорить громко? Я вас прекрасно слышу. Зато микрофонник меня не слышит. Что дальше? Он рядом с вами находится. Вы эксперт? Я вижу это. Вы эксперт? Я вижу это. Как видите? Глазами, наверное. Расскажите, пожалуйста, как вы своими глазами чувствуете этот микрофон? Чтобы вы приняли заявление, не занимаясь бюрократией. Представьтесь мне. Пишите. Маркин Александр Александрович. Да. Я вам не должен это подтверждать. От кого я принимаю на лень туда? От гражданина, которому нет оснований не доверять. Я уже сказал. Вы издеваетесь? Давайте вызовем ответственного на место. Это вы издеваетесь. Я не обязан ничего предоставлять. Не обязан. Вот если бы я совершал какое-то административное правонарушение, я был бы, да, обязан предоставить и прочее, прочее. Вот когда поступит, когда поступит, тогда я предоставлю, идентифицируюсь. Принимайте прямо сейчас. Или отказываться было. В смысле от кого? Я твой вопрос пишу. Вопрос от кого? Я вам все данные дам. Я вам все надиктую. Это протокол принятия устного золен. Пишите. Давайте. Пишите. Дописать. Я сейчас. Мы подождем. Вот давайте. Документы здесь. Все здесь. Прошу вас привлечь к административной ответственности руководство операционного офиса, Россельхозбанка, согласно 19.1 Куап. Признаки данного правонарушения, а именно самоуправства, усматриваю в связи с тем, что управляющим, что управляющая Бугаева Ирина Владимировна запрещала мне ввести видеофиксацию, что мне позволяет Конституция. Поступил заявление? Поступил, теперь вижу, пожалуйста. Ага, до свидания. О, и космонавт ушел. Я думал, таких не берут в космонавты, а они самопровозгласились. Как хотела наша Ира выйти замуж за банкира. Но пока его искала, в Россельхозе править стала. Вот, вот сегодня вас отмониторил. На днях еще и отпиарю. Вы, вы, вы дала. Вы искали, я вам дала. Всего доброго, до свидания. Ария Дарча. Покидаем народ. Россельхозбанк, такой Россельхозбанк был. Ну, а нам пора. Кстати, подписывайтесь на канал. Канал Клуб Патриот. И жмите на долбанный колокол, чтобы быть в курсе. Нравятся видосы? Жми лайки, пиши комменты. И Родина тебя не забудет. Клуб Патриот.